Всем доброго здоровья! Сегодня у нас очень будет необычная передача Это беседа Беседа за чашкой чая Однако, как всем известно, чай это неотъемлемый атрибут боевых искусств Поэтому, конечно, наша беседа будет о боевых искусствах Сегодня мы поговорим о Багуаджан О таком интересном стиле Затронем вопросы традиции А собеседником у меня будет выступать очень интересный человек Это Владимир Петрович Амида Немало потративший более 30 лет на изучение боевых искусств И более 10 лет уже преподающий направление Багуаджан, имейский дракон Глава общества изучения Багуаджан Однако человек занимается не только практикой Он занимается научно-исследовательской деятельностью в области боевых искусств И имеет обширную, как будем говорить, библиотеку Как текстов различных переводов Сам занимается вот такими переводами Вот эта обширная библиотека, она состоит не только из текстов Это также большой видеоарсенал Владимир является автором, а также модератором группы Большой группы, одной из самых больших групп в интернете На фейсбуке, которая так и называется Багуамэй Где вот каждый может воспользоваться огромным вот этим вот сборником Большой библиотекой как текста, так и видео О различных стилях боевых искусств И в том числе о Багуаджан Поэтому, конечно, я думаю, беседа будет интересной Мне очень приятно беседовать с таким человеком Доброго здоровья, Владимир Прошу любить и жаловать, Владимир Петрович Амида Спасибо, спасибо огромное Максим Валерьевич, нихао Я рад приветствовать вас, Максим Валерьевич Я рад приветствовать всех, кто смотрит это видео И мне вдвойне приятно сегодня проводить эту встречу совместно с моим Дизави И, кстати, я хотел бы добавить, что по линии Багуаджан в традиции Лян У нас общий учитель, господин Дюбьюн Поэтому мы также являемся собратьями по школе Хотя находимся в разных странах, но являемся учениками одного учителя Итак, я в свою очередь хочу представить вас Как выдающегося профессионала, специалиста по ушу саньда Насколько я знаю, вы давно практикуете ушу саньда Начинали с кикбоксинга У вас целый багаж знаний В том числе и традиционных знаний Вы также являетесь в том числе и хранителем традиции Багуаджан стиля Лян Как я сказал в пятом поколении Доктор философии Неоднократно тренировались в Китае В том числе под руководством мастера господина Дюбьюна Прошли обучение и аттестации в Академии боевых искусств Удана в Китае Имеете международную судейскую категорию в ушу по разделу ушу саньда Кроме того, общий стаж, общий стаж также более 30 лет дорогие друзья Это серьезный багаж Максим Валерьевич является также организатором и главой одного из ведущих клубов по Багуаджан и ЦИГУН Это школа воинской морали и боевых искусств Вудышчу Или школа боевой морали Создатель и редактор сайта YouTube канала с одноименным названием Прошу любить и жаловать Максим Валерьевич Огромное спасибо за просто невероятное такое теплое приветствие Это просто очень круто Огромное спасибо Да, я тоже хочу заметить, что Владимир, я буквально чуть-чуть хочу заметить также, что Не только на Facebook вы можете найти Багуа Мэнь, общество, о котором я говорил Также есть YouTube канал с одноименным названием Багуа Мэнь Поэтому присоединяйтесь и пользуйтесь Огромный арсенал, еще раз повторяю Как текстового, так и видеоконтента Так что И это благодаря Владимиру Спасибо, спасибо огромное И я хочу в двух словах сказать о сегодняшней встрече Мы общались с Максимом Валерьевичем на разные темы На тему Багуа, на тему организации, на тему вообще традиционного УШУ И как-то в одной из таких общений у нас возникло спонтанное такое желание Знаете, пообщаться на камеру За чашечкой чая И сегодня техника, да, все наши средства коммуникации Каналы коммуникации позволяют нам это делать дистанционно Особенно в последнее время это все, так сказать, развивается Поэтому сегодня мы решили провести такую чайную беседу В свободном таком диспуте, в открытом Позадавать друг другу вопросы Знаете, какие-то интересные моменты осветить И классно, когда собираются два интересных человека И прежде всего это Максим Валерьевич Поэтому я надеюсь, что сегодня я смогу задать вам несколько вопросов И услышать ваши глубокие ответы на них Итак, если вы не против, если вы не против Я тогда вам с вопросов и начнем С места в карьер, как говорится С удовольствием Как раз тоже имею несколько вопросов Которые я хотел бы задать Так что, конечно, начнем Тоже давно ждал этой беседы Потому что, в общем-то, пообщаться отдельно По телефону можно Но поговорить еще и на камеру Потому что все-таки масса людей интересуется традиционными вещами Тем более, что интернет пестрит различными такими трендами О том, традиция работает, не работает А вот кого-то там побили, кого-то не побили И все это на самом деле такой информационный фон, в котором очень тяжело разобраться и найти какое-то зерно Вот именно поэтому сегодня мы решили пообщаться не просто кулуарно, а реально попробовать поговорить на камеру Для того, чтобы люди, которые посмотрят, могли извлечь из этого реальную пользу Да, это действительно так И я бы хотел задать вам в этой связи такой, знаете, конгломератный общий вопрос Который, в общем, касается всего УШУ И звучит он так Вот в принципе УШУ, современный УШУ Насколько оно является таким цельным, знаете, всеобъемлющим понятием Насколько оно является рабочим С точки зрения как его применимости, так его реальности, так его жизнеспособности Мы знаем, что УШУ есть длительная история Но сегодня, вот сегодня, знаете, в силу всех изменений, в силу всех скоростей, там, развития спорта, развития единоборств Насколько УШУ, традиционное УШУ является цельным понятием Вот такой мой вопрос к вам Ну, на самом деле, во-первых, хочу сразу сказать, что вопрос, ну, действительно, такой очень актуальный Почему? На самом деле, очень сложно дать однозначный ответ, если, вот, например, я кому-то задам вопрос Или мне зададут вопрос Вот, вы занимаетесь УШУ, да? Или вот я узнаю, что кто-то занимается УШУ Что я из этого понимаю сразу? На самом деле, практически ничего Потому что у человека может быть определенный стереотип Например, он посмотрел какие-то фильмы, там, с Лилиан Цзи, Джет Ли, с Джеки Ченом Или, может быть, наоборот, смотрел какие-то другие, более спортивные фильмы И у него возникает определенное понимание, что УШУ, например, это только, там, работа с шестом, как в фильме, там, боевые искусства Шаолини У второго человека, который пришел на соревнования по Саньда УШУ ассоциируется с неким сразу же вариантом боя на ринге Человек, который занимался или пробует читать какие-то книги о энергии или еще У него ассоциация совершенно другая О том, что УШУ это некая гимнастика, которая, значит, позволяет восстановить здоровье Поэтому, действительно, к сожалению, ну, или, может быть, не к сожалению Но на сегодняшний день, вот, в современном мире УШУ неоднородно То есть, сказав слово «я занимаюсь УШУ», практически мы ничего не можем из этого узнать То есть, человек, я не могу понять, к примеру, чем занимается человек и какие навыки он в себе взращивает и тренирует На сегодняшний день у нас есть развитые несколько направлений А именно три основных направления Которые реально очень сильно отличаются друг от друга И первое направление, это всем известное Это, в принципе, то, наверное, о чем больше всего люди думают Это спортивное УШУ Таулу То есть, это выполнение определенных комплексов форм на площадке Причем высокоакробатичных форм Где, ну, действительно, спортсмены делают очень интересные вещи Они там садятся в шпагат 720 градусов крутятся в воздухе И это, да, это интересный вид спорта Я не хочу сказать, хорошо это или плохо Это интересный вид спорта Очень высококоординационный Но если мы посмотрим на другое направление соревнований УШУ Саньда То мы увидим вообще абсолютно противоположную картину Значит, это поединки, в которых люди работают в полный контакт В защитной экипировке, в боксерских перчатках И навыки, которыми обладают они Зачастую противоположны навыкам Которые люди приобретают вот в УШУ Таулу Что происходит? Происходит то, что два направления Одного и того же названия УШУ Являются, ну, практически диаметрально противоположными Начиная от изучения стоек и заканчивая вот самими даже перемещениями и техникой То есть настолько большая разница, что практически невозможно заниматься этими двумя направлениями одновременно Либо одно, либо другое Мало того, существует и третье направление УШУ Это традиционные традиции, то есть традиционные стили Коих реально насчитывается аж 129 штук Которые реально найдены в Китае и имеют традиционные корни То есть несколько поколений традиций И вот все вот эти три направления, они реально разные То есть, когда человек говорит, что я занимаюсь УШУ Реально, или, например, вы отдаете ребенка заниматься УШУ И тренер говорит, да, здесь УШУ Необходимо однозначно уточнить, какое УШУ там преподают Либо спортивное Таулу, либо УШУ Саньда Либо работа ведется в традиционном стиле С традицией мы поговорим отдельно Однако, нужно понимать, если вы хотите отдать ребенка на высококоординационный спорт Где он будет заниматься именно, ну вот, растяжка, какие-то прыжки То это УШУ Таулу Если вы попадете на УШУ Саньда, то будет очень серьезный диссонанс И наоборот Так что на сегодняшний день УШУ это не однородное понятие, однозначно Причем, это реально три больших направления Причем, каждый из них решает свои вопросы Поэтому, если мы говорим о какой-то применимости УШУ где-то в каких-то условиях То нужно исходить из этих вот как бы условий И уже смотреть, какое направление будет наиболее актуальным Ну вот, для каких-то вот условий, которые вам нужны В этом есть определенная проблема, да Но никуда не деться, это современный мир В общем-то, поэтому, как любое искусство, УШУ тоже развивается, эволюционирует Ну и вот, на данный момент есть три направления Вы можете выбрать любое для изучения Спасибо, спасибо, Максим Валерьевич, за ваш интересный ответ Вы, кстати, сказали цифру 129 стилей УШУ Я в некоторых источниках видел, что эта цифра, это известная К ней еще добавляется громадное количество стилей Которые либо ушли, либо были открыты, либо не полностью раскрыты В общем, 450 цифр я узнал А если учесть под стили каждого стиля То эта цифра уходит вообще за тысячу И таким образом, багаж традиционных знаний Можно сказать, что он вообще безграничный и бездонный И на сегодняшний день, я думаю, что ни одна энциклопедия Полностью не учитывает вообще всего объема традиционного УШУ Конечно, абсолютно согласен 129 это то, что попало в энциклопедию То есть, после научных исследований, которые были проведены в Китае То есть, группа мастеров Кстати говоря, мастер Дигаюн непосредственно также являлся одним из тех Кто занимался этой проблемой Значит, были исследованы очень много направлений в различных областях Китая И было найдено подтвержденных, абсолютно четко имеющих свою, будем говорить, линию до 129 Но, конечно, на самом деле названий и стилей порядком больше Это факт Просто, конечно, какие-то были забыты Где-то что-то происходили видоизменения Поэтому, однозначно, здесь можно сказать, что глубина знаний Это просто, ну, она даже сложно представить Да Спасибо В свою очередь, тогда, вот, хотел бы тоже задать такой вопрос Какое мнение о том, что сейчас вот существует и бытует такой вот тренд, да, что УШУ Насколько оно вообще является применимым? То есть, вопрос, который часто мусолят в интернетах В различных группах Различные блогеры поднимают эти вопросы Там, что вот где-то кто-то там с кем-то встретился Не работает традиционный УШУ Ну, никак не работает, вот Что можно сказать именно по вопросу применимости УШУ И почему вот это мнение бытует, да, что вот традиционный УШУ не работает? Спасибо за вопрос Мне, как создателю группы и модератор группы Баглова Майни в Фейсбуке В которой уже там более 7 тысяч человек Наверное, этот вопрос, он самый главный Который на протяжении многих-многих лет периодически возникает И примерно с регулярностью раз в год В моей группе, да и в других группах Я помню еще на старых форумах, на Будда-форуме На когда-то почившем форуме И других ресурсах постоянно возникают, знаете, вот эти вот сражения И ломания копий С одной стороны, значит, традиционщики Значит, с другой стороны спортсмены единоборства, значит И бесконечные баталии в отношении того Так работает оно или нет, применяется оно или нет Насколько оно вообще применимо И здесь я бы хотел углубиться немножко в историю Прежде чем я отвечу, хотя я на этот вопрос отвечал уже много-много раз И вот я провел несколько вебинаров В последнем вебинаре я подробно отвечал этот вопрос Поэтому мне легко сейчас говорить Потому что я немножко как бы так изучал конкретно этот вопрос И это надо понимать Итак, необходимо понять, что ушу даже традиционное Помимо того, что вы сказали, что есть спортивное, гимнастическое, единоборство Но само традиционное ушу, оно также отличается Я бы разделил его на две принципиально разные школы Это старая школа или old school, ее еще называют старая, old school, да Старая школа и новая школа Даже внутри традиционного ушу есть старые методики тренировки И новые методики тренировки Есть мастера, которые тренировались по старым методикам и по новым Итак, это первый штрих, который я сейчас предлагаю просто запомнить Теперь давайте немножко уйдем в историю Чтобы понимать, в каком состоянии сегодня ушу находится Немного нужно видеть и понимать, что этому предшествовало Какая история А история у традиционного ушу И в частности у традиционного Багуаджана Она трагическая Еще один из моих учителей, господин Лю Гуануай Он так и говорил, что ушу постигла трагическая судьба И она началась, знаете, не с культурной революции Гораздо горались до раньше Я об этом говорил и сейчас просто повторяюсь Было у нас еще, не у нас, а в Китае Конец 19 века Это период различных междоусобиц, войн Когда впервые начали тренировать традиционное ушу Не как способ индивидуальной работы и взращивания индивидуального мастерства А как способ ритуальной подготовки групп тайпинов Различных повстанцев, различных секретных обществ Когда ушу начало использоваться функции такого ритуального Я бы сказал, какого-то воздействия Когда собирались большие группы по 100, по 200, по 300 человек И перед ними начали выполнять формы тау Это первый момент, когда ушу начал выполнять Такую, скажем, более сакральную функцию Чем нежели подготовку индивидуальных бойцов, мастерами Это был первый такой момент, когда ушу начал выхолачиваться и распространяться в массы Теперь дальше идем Значит, появление огнестрела Еще один удар по ушу Хотя в Китае огнестрел сравнительно поздно начал распространяться И даже до 30-х, 40-х годов входующие были и сабли дао И другие виды холодного оружия Тем не менее, огнестрел Следующий момент Когда начался республиканский Китай Начали развиваться различные ассоциации Самое известное из них это ассоциация Дзинь-У Именно тогда впервые возникли попытки с помощью ушу поднять патриотизм Тогда начали изучаться впервые методики западного спорта И в тех же самых ассоциациях Дзинь-У изучалось помимо традиционного ушу Изучались и западные методики бокса И физкультура, и атлетика изучалась И прочее, прочее И на этом этапе ушу уже начал очень сильно деформироваться Очень сильно меняться То есть не было никогда, например, чтобы человек изучал сразу 10-20-30 стилей Но в ассоциациях это начало практиковаться То есть когда начало множество-множество стилей И человек изучал все это вместе Следующий момент Стоимость человеческой жизни Как я уже рассказывал в своих предыдущих эфирах Если раньше, например, был какой-то замес Где-нибудь там на рыночной площади в Байдзине, да, в Пекине То выбегал отряд гвардейцев Достали сабельки, порубали, порубали и разошлись То после Синьхайской революции ценность жизни возросла Возникла полиция, возникло законодательство, возникло право В том числе английское право, которое начали применять людям Из чего простекает момент стоимости жизни человека, да То есть если раньше ушу традиционно практиковали для того, чтобы выжить В первую очередь, чтобы выжить То ли это деревенское ушу, где нужно было защищать от набегов, значит, грабителей То ли это общество какой-то телохранителей, да, охранное бюро То ли это просто ты перемещался по неспокойному китарю, тебе надо было выжить То когда появилась полиция, как это и сегодня происходит, да Человек чаще склонен позвонить в полицию и так далее И все это протекало вот поступательно-поступательно Потом следующий момент, это войны Вначале гражданская война, когда была война клик Все воевали друг с другом, потом коммунисты с Гоминданом, да Все это разросло с громадной гражданской войны Потом японо-китайская война и до 1949 года В войне сопутствовал голод, сопутствовали разрухи Скажем так, не лучшее время, не лучшее время для развития традиционных китайских боевых искусств В 1949 году Мао Цзудун объявляет о создании КНР Многие, наверное, видели эти кадры, когда объявляются в создании КНР И вроде как взять курс на собирание мастеров Устраиваются первые соревнования, конференции, национальные конференции по боевым искусствам До начала культурной революции Во время которой наносится сильнейший удар по традиционным устоям Под которые подразумевается и традиционно ушу как пережиток феодализма Как пережиток старого мышления, которое начало системно уничтожаться Не было цели именно традиционно ушу уничтожать Но была цель уничтожить, значит, вот это старое мышление, старое сознание И под раздачу попали в том числе не все, конечно, но очень многие Очень многие мастера традиционного ушу Один из моих учителей был отправлен на выселки, значит, в дальнюю-дальнюю провинцию На трудовое поселение, по-моему, 7 или 8 лет он там находился Поэтому вот эти все вещи, о которых я говорю Они постоянно и систематично ударяли по традиционному ушу Потом, когда закончилась культурная революция, вроде как все можно было делать дальше Но нет, нет, запрещена была реальная боевая работа То есть можно было выполнять формы, можно было выполнять какие-то, знаете, такие массовые показы ушу Но реальная практика боевых моментов была запрещена Реальное боевое оружие запрещено до сих пор Вы многие видели вот эти китайские мечи, да, и прочие-прочие виды оружия Вы очень редко можете увидеть реальное боевое оружие, даже сегодня Конечно, традиционные китайские мастера, они практиковали Но часто это было подпольно, часто это было скрыто, часто это было по ночам Все это привело к тому, что уже в 80-х годах 20-го века Среди всех школ традиционного ушу, как говорил великий мастер Махан Син Порядка 20% не утратили боевую составляющую Представляете, среди всех школ традиционного ушу Поэтому необходимо понимать вот эту историю, да, как развивалась традиционная ушу И что оно имело уже на момент, там, 20-го, конца 20-го века И теперь следующий момент Про применяемость или неприменяемость традиционного ушу Я авторитетно или неавторитетно заявляю, что традиционная ушу работает Но когда мне кто-то говорит, что традиционная ушу не работает Я у этого человека сразу спрашиваю А кого ты видел? С кем ты общался? Какого традиционного мастера ты знаешь? И оказывается, в 95% случаев такой человек оперирует данными, которыми он получил из Ютьюба Значит, в Ютьюбе практически ничего такого серьезного, очень стоящего Я имею в виду под стоящим, серьезным Не просто формы, а какие-то, знаете, методы парной работы Методы подготовки, методы наработки парной Этого нет И понятно, почему этого нет Потому что это, ну, самые дорогие секретные вещи Никто не склонен отдавать всем Вот так Я скажу так, смотрите Господин Мачуэнсюй, да Это собрат по Багуаджан Лянши По обучению нашего учителя, господина Дюбьюна Значит, он возглавлял управление общественной безопасности Подготовку офицерского состава по рукопашному бою Мастер Багуаджан внутреннего стиля И это было не когда-то, это было вот до 90-х годов 20-го века Его собрат Джао Дайюань, который написал известную книгу Багуа Цинна Он также подготавливал, вёл занятия по рукопашному бою По боевому разделу, также в органах Много других мастеров проявляли реальное боевое мастерство В других направлениях, таких как Пигуа Тунбэй, известные мастера Ма-Инту и Ма-Фэнту Задокументированы множественные случаи, когда они выходили во время войны с японцами Вооружённые пиками и саблями, совершали ночные вылазки И за одну вылазку могли убить, там, разные цифры озвучиваются До 10 человек за одну вылазку И так далее, и так далее Мир традиционного Ушу, даже в 20 веке, он преисполнен множеством-множеством фактов Когда традиционно Ушу работает Ну, например, что я имею в виду? Ещё один короткий пример Мастер, 119-летний, которого все знают Господин Лю Циньцзян Лао-Лао Ши с белой бородой, 119 лет Который в том числе мастер Багуа Джа Значит, он убил человека Многие другие мастера Багуа Джа прославились тем, что они убили человека Не то, чтобы я поощрял убийство человека Но это факты, да, есть документы, есть То есть некоторые из них сидели За некоторых потом вступались и так далее Поэтому насчёт того, работает Багуа Джа Или не работает Работает Но какое Багуа Джа? То, которое мы видим сегодня Или то, которое было вчера Или позавчера Поэтому я вначале и сказал Есть две школы Есть старая школа И есть новая школа Они принципиально отличаются Я надеюсь, я ещё позже об этом скажу Но вот сейчас вот я бы хотел на этом остановиться И сказать только то, что Традиционная работа Но его осталось очень-очень мало Это единицы из единиц Вы его не увидите на ютюбе Можете не искать Вы можете это найти только в тесном личном общении Непосредственно с мастером И то не со всеми И то нужно иметь ещё правильный доступ И правильный подход И правильно выйти к мастеру Чтобы получить доступ К каким-то серьёзным реальным вещам Поэтому, когда сегодня ко мне кто-то подходит Мне проще, знаете, человека отправить на бокс На тайский бокс На кикбоксинг Ещё куда-нибудь На борьбу На самбо Для особо реальных Но для тех, кто реально хочет заинтересоваться Спокойных искателей Для них уже будет другая история Этим людям необходимо Начать вдумчиво, скрупулёзно Изучать этот предмет Углубляться Погружаться в этот предмет И смотреть не YouTube А выходить на реальных мастеров И общаться с реальными мастерами Тогда кое-что для вас Станет очевидным В том числе и ответ на этот вопрос Да просто очень круто Настолько развернуто В общем-то Я думаю, что даже те, кто смотрели вебинар Ещё раз очень полезно Не то, чтобы повторить Дополнительно Вот этот Вот услышать Да Вот эту информацию От себя хочу также добавить Что действительно 20 век И конец 19 Были не лучшим временем Для развития традиционного ушу Это факт И действительно Даже после культурной революции На самом деле Да, были запрещены Именно боевые практики Было запрещено Всё, что Ну, не являлось Как бы государственным стилем А государственным стилем Стали именно Вот эти вот Показательные направления Чань-Тюань-Нан-Тюань То есть Это в принципе Спортивное Ушу-Таулу То, что мы видим По фильмам Которые вот На фоне популярности Реальных боевых искусств После Вьетнама, например Войны После Ну вот Войны Второй мировой Когда американцы Встречались С японскими солдатами То есть Мы можем видеть только одно Что все фильмы Они основаны на том Что Какого-то главного героя Обучает Мастер с Востока Будь это Вьетнамец Там Японец Китаец Неважно Точно так же Как и кикбоксинг Когда-то был образован Как западный взгляд Людей На Восточное единоборство Именно На карате На ушу Ну в принципе Карате Кстати Если кто-то не знает Вот у нас тоже Скоро выйдет передача Его правильные люди Называют Окинавским Кунг-фу То есть Это все То что Является Осколками Традиционных знаний Это действительно Было настолько Эффективно Что Волна популярности Захлестнула Весь запад Всю Америку И Даже Несмотря на то Что Люди В основном Начинали учить Именно Вот это Спортивное Ушу Таолу Ну все равно Популярность Была просто Колоссальна Да А для Традиционного Ушу Точно так же Как и Учитель нашего Мастера Лидзимин То есть Дегаюн Является Учеником Лидзимина Лидзимин Один из известнейших Мастеров Китая Он тоже Пострадал Во время Культурной Революции И Тренировал Своих Учеников Тех Кто был Предан И Хотел изучать На каких-то Страшных Задворках То есть Чтобы никто Не видел Поэтому Да Действительно Все О чем Было сказано Конечно Не повлияло Положительным Образом На Именно на Развитие Настоящих Боевых Практик Ушу Но тем не менее Они никуда не делись И при правильном Подходе Всегда можно Найти Найти Мастера И найти Возможность Обучения И действительно Получать Качественную Информацию Потому что Традиция Это Пласт Знаний Огромный Пласт Знаний И этот Пласт Пока что Еще есть Так что Надо пользоваться Пока есть Возможность Да Совершенно верно Спасибо еще раз За очень Развернутый ответ Спасибо за Ваше дополнение И у меня Не мог Сдержаться Как раз Созрел Еще один вопрос Для вас Максим Валерьевич Я знаю Что у вас Очень приличный Уровень По Санта По Спортивному Единоборству На базе Ушу По Санта В то же Самое Время Вы как и я Практикуете Багуа-джан Традиционный Багуа-джан Синьи Лян По линии Дибуюна Легуа-джан Насколько Насколько вам Лично вам Ваша практика Багуа-джан Лян Ши Помогает Или наоборот Мешает Или как Вас Считается Взаимодействие Два этих Направления Которые Во многом Во многом Отличаются Да Такой вопрос На самом деле Ну с одной стороны Интересный С другой стороны Актуальный И вообще Да Для меня Это Такой Ну качественный В общем-то Вопрос Который Меня самого Поставил Однажды В Такой Ну будем Говорить Очень интересное Положение Потому что Ну занимаясь Боевыми искусствами Конечно Сразу найти Хорошего мастера Это сложно Поэтому мне довелось Заниматься Разными направлениями И в том числе У разных Традиционных Ну якобы Традиционных Как во многих Случаях Оказывается Все-таки Это просто Новоделы Но не важно Тем не менее У меня был Довольно большой Обширный Такой опыт Тренировок И действительно Дистанция Например от Чем больше Я погружался Вот в эти вот техники Тем больше Я видел дистанцирование От современных Видов спортивного Единоборства И мне было Очень непонятно Всегда появлялись Все новые Новые вопросы В конечном итоге Судьба меня свела Я очень благодарен Всем Кто участвовал В этом С одним из Известнейших Мастеров современности Это мой учитель На данный момент Мастер Ди Гаюн Благодаря ему Мне довелось Узнать И других Мастеров И Вот Мне Посчастливилось Изучать Качественную Традицию Качественную Технику И что удивительно Значит Наполненные Знаниями О том Что действительно Традиция Это совершенно Не то что Спорт Это абсолютно Разные вещи И вот например Изучая Какие-то Стойки Мы не видим Этого В спорте Чем больше Я начинал Заниматься Вот этим Багу Тем Больше Я не узнавал Традицию То есть Знания Которые Давались Мне Буквально Из Традиционного Будем говорить Буквально Дерево Я все больше Находил Взаимосвязей С тем Что делают Спортсмены В конечном Итоге Чтобы Долго Уже Не рассказывать Какие-то Мелочи Скажу Однозначно Что Занятие Багу Аджан Как настоящим Традиционным Стилем Повысили Мой уровень Владения Ушу Саньда Ну Намного То есть В 20 лет 20 лет Там 25 лет Назад Мой уровень Хотя Тогда Я был Конечно Молодым Мне всегда Хотелось Драться Там Работать Однозначно Могу Сказать Что сейчас У меня Уровень Намного Выше Точно Так же Как и уровень Работы Кикбоксинга Например Намного Стал проще Понятней И на самом деле Могу Сказать Что Традиционный Стиль Сейчас Касаюсь Именно Багу Аджан Даже Не буду Говорить О Шаолине Потому что Там Это Вообще В избытке Саньда Вообще Было Построено На базе Шаолинской Техники Ну Как основа В самом Багу Аджан Есть Весь Арсенал Практически Того Что Используется В ушу Основой Багу Аджан Не является Работа На ринге Далеко Не работа На ринге В самом Багу Такой Концепции Вообще Не существует Как работа На ринге Где есть Рефери Судьи То есть Я должен Какие-то Баллы Зарабатывать Багу Аджан Это стиль Который Очень удобен Для телохранителей То есть Задача Не дать Уничтожить Или Не дать Возможность Убить Того Кого Мы Защищаем И в то же Время Иметь Возможность Противостоять Людям Вооруженным Ну Любыми Практически Вещами В этом Смысл Навыков Которые Развивает Багу Аджан В этом Смысл Его Движений Ударов Скрытных Быстрых Нанесящихся По уязвимым Частям Тела То есть Это невероятно Как и любой Традиционный Стиль Обладающий Своим Арсеналом Сейчас мы Говорим о Багу Поэтому Конечно Я говорю Да Багу Очень эффективная Штука Но даже Во всем Этом Разнообразии Оказывается Существует Целый Набор Техник Который Полностью Повторяет Или даже Лучше сказать Ушу Саньда Полностью Повторяет Техники Которые Есть Багу Аджан Поэтому Конечно На самом Деле Занимаясь Традиционной Школой Уровень Ушу Саньда Может Только Повышаться Однозначно Потому что Вы можете Выбирать Дополнительные Техники Дополнительные Принципы Которые Уже Разложены По полочкам В традиции И не изобретать Велосипед Просто Брать И Работать Но Здесь Нужно Быть Нужно Быть Очень Аккуратным И Брать То Что Будет Работать В данных Конкретных Условиях Если Мы Говорим Например О применимости В спорте Кайван Или В кикбоксинге Или В ушу Саньда То Конечно Если У человека Такая Цель Использовать Багуа Джан Для Этого То Надо Отбирать Исключительно Техники И не Заниматься Дополнительными Вещами То есть Нарабатывать То Что Будет Эффективно В спорте У меня Есть На канале Хороший Бой Где Два Спортсмена Работают В режиме Кайван Причем Один Использует Абсолютно Качественные Принципы Багуа Джан Он Использует Арсенал Использует Принципы Перемещений Это Багуа Для Ринга Если Мы Говорим О Преемственности Она Полностью Есть Современный Спорт Он Намного Более Выхолощен Это Тепличные Условия Того Что Тренируется В традиции Там Мы Можем Взять Эти Условия Просто Напросто Ну Если Нужно Их Тренировать Но Это Если Нужно Потому Что На самом Деле Любой Традиционный Стиль Багуа Действий Для Любого Человека То есть Вы Можете Заниматься Не только Подготовкой К спаррингам Это И здоровье Это И Структурная Подготовка Это И физическая Определенная Подготовка И моральная И ментальная Это Ну Просто Несоизмеримо Большое Количество Всего Так Что Конечно Занимаясь Традицией На самом Деле Правильной Традиции Я хочу Подчеркнуть Именно Правильной Качественной Потому Что Я как раз И прошел Этот этап Занимаясь Традицией Которая Ну Выдается За традицию Я видел Только Очень Серьезное Расхождение Занимаясь Качественной Традицией Я понимаю Что на самом Деле Ушу Саньда Вышла Из этих Традиций И Приспособилась Просто К условиям Этим Тепличным Поединков Но на самом Деле Преемственность Она Присутствует Так что Благодаря Багуа Да Мне Доводится Чувствовать Что уровень Ушу Саньда Тоже Растет Вот Такая Вот Интересный Такой Казус Я бы Сказал И Даже Для Меня Это Было Интересно Но На Собственном Опыте Я Проверил И Теперь Четко Могу Это Доказывать Объяснять Показывать Нет проблем Спасибо 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 За Такой Ответ Я думаю Для многих Он будет Интересен В том числе Для меня Хотя Я Саньда Занимался Еще В 90 Годах В первой Половине 90 Годов Тогда Я Еще Багуа Не Занимался Но Насколько Я Сейчас Чувствую Что Багу Оно Неисчерпаемо Оно Не Имеет Дна Спорт Все-таки Имеет Какие-то Рамки И В Применяемой И В Целях Своих И В Возрасте Своем И Драться Ты Не Будешь Всю Жизнь Там До 30 Тоже Еще Хочешь Драться Потом Когда То Сломано То Сломано Там Амбиции Короткие Цели То Чаще Всего В Спорте Короткие Цели Достигнуть Хорошо Но Если Ты Достиг Ты Молодец Медаль Ко Тебе Повесили А Не Достиг То Что Поэтому Часто Всего Люди Допустим Которые Занимались Активным Спортом В 25 Лет В 30 Лет В 40 Лет Им Уже Не Занимаются А Дальше Что А Багу Это На Методики В Глубину Познавания Каких-то Внутренних Принципов Наполняемости И поэтому Багу Это Такая Вещь Которая Может Бесконечно Вас Наполнять Вы Будете Бесконечно Углубляться Одна Так И не Нащупаете Это Тоже Мой Опыт Поэтому Я Полностью Подтверждаю Ваши Слова Максим В Отношение Того Что Багу Способна Усилить Чем Бо Вы Не Занимались Я Знаю Что Многие Спортсмены Сегодня У меня Была Очень Кратко Расскажу Недавно Встреча Человеком Который Очень Много Времени Отдал Подготовки Спецназа Подготовки Реальных Боевых Подразделений В том Часле Рукопашному Поединку Имел И Результаты И Спортивные И Сегодня Он Пришел В Багу Понимая Что Это То Что Заполнит Те Глубину Которой Не Благод Тех В Ечах И Сегодня Он Занимается Багу Говорит Да Багу Это Гораздо Круще Чем Все Эти Спецназовские Рукопашки И Проще Но К Этому Надо Созреть Это Надо Понять К Этому Надо Прийти Самому Если Я Кому Об Этому Скажу Или Кто От Меня Сегодня Это Здесь Слушает Сам Того не понимают, человек вряд ли осознает глубину, так же, как и ваши слова, поэтому это путь, это жизнь, знаете, это судьба, и вот для меня Багуа – это некая судьба, это некая жизнь, которая не отделена от моей жизни, да, это должна как-то так по судьбе сложиться, а не так, что ты сегодня ходишь в секцию, занимаешься Багуа, позанимаешься два часа, и на этом твое Багуа закончилась, нет, это гораздо глубже, это проникает во все сферы жизни, и выходит за пределы, там, понятия поединки, там, о спаррингах, о техниках и так далее, поэтому я только немного дополню с вашего позволения, так сказать, да, и спасибо еще раз за ваш ответ. Огромное спасибо, отличное дополнение, на самом деле, так и есть, я просто еще раз тоже скажу, что традиция – это знания, это пласты, если кто-то вот просто предполагает, что было тяжело придумать прямой удар или, там, хук, да, когда люди изучали, вот эти традиции создавались. Я скажу, что, ну, совершенно не сложно, это очень простые вещи, одни из самых простых, поэтому это давно было придумано. но с точки зрения, к примеру, эффективности, если говорить, то, конечно, удар по уязвимым частям тела, в особенности, правильно поставленный пальцами, он достигается быстрее, намного эффективней, поэтому в багу используются ладони, намного больше, чем кулаки. Но если у вас, например, существует цель, вот вы хотите заниматься, там, вот именно, багуа, и вот почему-то вот есть желание пойти драться на ринге, хотя еще раз говорю, багуа совсем не для этих целей. Оно создавалось совершенно для других целей. Вот если это как телохранитель или, ну, человек, который защищает свою жизнь, то это да. Но даже в этом случае вы можете заниматься багуа, используя его принципы на ринге, вполне, абсолютно можете. Хотя реально багуа, ну, настолько глубже, что просто очень тяжело это даже описать, вот. Но с точки зрения именно даже просто оно позволяет делать все, только необходимо правильно подойти к этому вопросу, качественно, и все будет получаться. Поэтому традиция, она позволяет решать практически все вопросы, которые необходимы, начиная от какой-то техники, физической подготовки, ментального становления и, в общем-то, саморазвитие. И я считаю, что это, конечно, один из самых важных аспектов, которые отличают, конечно, любой традиционный стиль от спорта, потому что саморазвитие, становление личностей, особенно в современном обществе, является, на мой взгляд, основополагающим аспектом. Ну, это просто, ну, даже, по-моему, уже как аксиома, потому что мир должен улучшаться. Для этого нужно работать над собой много. И боевые искусства, традиционные багуа, в частности, позволяют делать именно это. Это намного более важно, чем выйти на ринг. И я даже не знаю, что кому доказать. Да. Согласен. Таким образом, у меня созрел все-таки тогда вопрос. Вот, исходя из нашей беседы, мне очень бы хотелось узнать ваше мнение о том, на чем, например, строится багуа-джан как стиль, и что, может быть, отличает его от других стилей боевого искусства, от других традиционных стилей. Вот мы много говорим о багуа, и именно действительно есть определенные отличия. Вот мне очень хочется задать этот вопрос. Какие отличительные особенности вы считаете основные для стиля багуа-джан? Спасибо за этот вопрос. Он такой уже, я бы сказал, профессиональный, и чувствуется, что он занят профессионалом. Потому что каждый стиль традиционного шоу, он строится на каких-то своих принципах. И вот я сегодня уже могу точно сказать, что, в принципе, сокровища есть в каждом стиле традиционного шоу. В глубоком каждом стиле есть те принципы, те характерные особенности, и технические, и тактико-стратегические, и методы подготовки, и то, что там люди у нас называют движком, и прочее, на чем строится эта школа. Это первое. Второе. В багуа-джан необходимо понимать, что, как говорят многие мастера багуа, что это новое направление. Несмотря на то, что оно было создано открытым миру, это конец 19-го века, там вторая половина 19-го века, тем не менее, активное развитие багуа-джан пришлось на первую половину 20-го века, начало 20-го века. Это поколение второго поколения мастеров и третье поколение мастеров. Это примерно первая половина 20-го века. И багуа, когда развивалась, оно впитало, интегрировало в себя очень многие достижения многих других боевых искусств. Ну, в частности, это касается многих видов оружия, многих видов методик. Циньна, например, пришла в багуа со стороны, там, Саблидау пришла в багуа, которую мы сегодня знаем, как Саблидауа, и так далее, и так далее. То есть багуа много впитывала. И, как говорят многие мастера, впитывала лучшие достижения на тот момент, когда оно развивалось. Это с одной стороны. С другой стороны, багуа-джан имеет нечто, что очень сильно его отличает от других видов боевых искусств. И, если мы говорим о любом традиционном стиле боевых искусств, то каждая из них строится, как я уже сказал, на какой-то характерной особенности. Ну, что я имею в виду? Ну, возьмем любой стиль, я не знаю, там, инжао цивань, да, там, когти-орва. Когти-орва, значит, строится на определенном, значит, внешнем цигуне, когда готовится определенным образом лапа-орва, да, без которой все приемы не имеют смысла. То есть можно изучать много форм, но если у тебя неподготовлены пальцы, то ты не сможешь применять 80% техник, которые заложены в этот стиль. И, скажем так, вот есть там у них целые методики, как готовятся эти пальцы, да, там, и держатся в мешочке, и лазятся по деревью, и набиваются там по специальной такой деревянной палке захват и отрабатываются, и прочее, прочее, прочее. То есть в каждом стиле есть нечто-нечто, за счет чего он работает. То есть это как снаряд, как пуля, да, можно иметь ствол, но там должна быть пуля, за счет чего оно будет стрелять. Если у тебя просто наработаны формы, но не поставлен удар, в любом виде боевых искусств, если у тебя нет поставленного удара, чем ты будешь бить и так далее. Так вот Багуа, Багуа строится, в отличие от многих, от множества других систем, из которых Багуа заимствовала очень много вещей на внутренней работе, то, что называется нейгун. И внутри Багуа-джан, под нейгуном мы подразумеваем круговой метод наработки или хождения по кругу или на китайском дзоо цюань. Все вы видели, когда, ну многие, наверное, видели Багуа-джан, да, когда по кругу, по кругу, по кругу ходят, там, держат какие-то ладони, да, там, неважно, какие ладони, там, или такую ладонь, или такую, или такую, и так далее, нарабатывают. Кстати говоря, некоторые путают и думают, что вот точно так же надо ходить вокруг противника, что это есть тактика хождения вокруг противника. Но это, конечно, не так, это способ… Да, это да. Да, способ внутренней наработки. Нейгун. И этим Багуа отличается. То есть есть Багуа внутри, некий метод, который считается, что привнес Дун Ханчуань, потому что до Дун Ханчуаня, основателя, патриарха, да, никто о нем не знал, никто его не применял. Хотя круговые методы хождения есть и в других стилях, но там это никогда не было особым специальным методом наработки. Поэтому, кстати говоря, Дун Ханчуань, Лян Джинпу, Ли Цзэмин, Ди Гу Юн, ну и мы с вами там где-то внизу находимся. Значит, вот линия идет, да. Значит, и Дун Ханчуань принес этот метод, на который накладывались те или иные техники. Первые ученики Дун Ханчуаня, да, мы знаем там, господин Иньфу, он владел шаолинским стилем Кулака Архата, так называемый Лохан Цюань, да. И возникли характерные вот эти вот удары пальцами, значит, Иньши, которые были заимствованы из стиля Кулака Архата. Значит, господин Ченкинхуат, который пошла в ветвь, значит, Ченши Багуа Джан, прекрасно владел шаолинским и сегодня мы видим шаолинским, как очень мягкий, плавный, перетекающий с обилием бросков, с обилием опрокидываний техник. Но все это ложилось на вот этот круговой метод, с помощью которого эти техники, которые органично ложились на этот круговой метод, многократно усиливались. За счет чего? За счет Нейгуна. Что я подразумеваю под Нейгун? Нейгун – это не некое, знаете, как сейчас у некоторых принято мистифицировать это все, уходить в какие-то эзотерические мистерии, в какие-то ци, рассуждать еще чем-то. Нет, совершенно нет. Нейгун – это наработка целого ряда специфических качеств внутренних и внешних, внутренних и внешних качеств, которые дают обычному человеку преимущество по сравнению с теми, у кого их нет. Именно этот метод, который, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, очень сложный, каждый, кто практиковал Багуа Джан знает, что особенно на первых порах это очень сложно практиковать этот самый внутренний метод хождения по кругу. Его называют Нейгун Багуа Джан, его называют Зибэнь Багжан, там 8 базовых ладоней и так далее. И этот метод, он чем уникальный? Тем, что он совмещает в себе одновременно и статическую работу, и динамическую работу. Когда у тебя верх неподвижен, ты нарабатываешь целый ряд специфических характерных усилий, а статика дает силу. Это надо понимать. Любая статика дает силу. Человек может быть раскачанным очень сильно, но попробуй попроси его, чтобы он повисел вот так вот на кольцах. И редко кто сможет это сделать, кто этим не занимается, до того. Почему статика? Статика дает силу, внутреннюю силу, хотя внешне это может быть и не выражено. Внутреннюю силу статика. А динамика хождением дает определенные качества, такие, как главное качество в Багу, это тяо, это ловкость, или усилие ловкости, быстрости, которое позволяет обладевать изменениями, то, что называется хуа, да, усилие изменения, или бянь хуа, трансформация, трансформироваться. Кроме того, в шаге заложены такие характерные вещи, как, главное, это шаг Багу и Коугу, внутренний шаг, раскрытый и закрытый шаг, который позволяет человеку очень-очень быстро перемещаться, и не просто перемещаться, а менять направление на 180 или на 360 или на 270 градусов. Зачем это было надо? А затем это было надо, чтобы Багу, вот как вы сказали, что никогда не предполагалось для спаррингов на ринге. А для чего оно предполагалось? Оно предполагалось для боя в толпе. Когда ты один, а их много. Вот это знаменитый облет 9 дворцов, это не просто там мистификация движения Ци, хотя и это тоже. А это тренировка боя в толпе. И поэтому Багу тренируют вот этот шаг Байбу, а когда мы ходим по кругу, то у нас один шаг Бай, другой Коугу, то есть открытый-закрытый. Он позволяет, мало того, что менять угол, уходить с линии атаки, он позволяет маневрировать, он позволяет перемещаться. Теперь дальше. Вот этот метод, внутренний метод, позволяет наполнить удар, силу удара многократно повысить за счет того, что тело из-за вот этой практики, оно как бы нагунивается, есть такой у нас профессиональный термин, да, размягчается, наполняется, расслабляется. И это расслабление, когда суставы разрабатываются, когда сухожилие меняет свою структуру, когда все тело преображается, трансформируется, помогает совершенно иначе выбрасывать усилия. В Багу нас не интересует, как говорил господин Мачу Ансюйс, брат нашего учителя Дибу Юна, он говорил, когда я бью человека, я не хочу, чтобы у него были синяки, которые завтра заживут или послезавтра. Когда я бью человека, я хочу, чтобы он харкал кровью. Вот меня эта фраза в свое время очень сильно, так сказать, ну не то, что потрясла, но заинтересовала точно. То есть в Багу нарабатывается такой удар, с помощью которого можно было человека в случае необходимости, а это тоже прописывается, когда эти случаи могут быть, остановить там вплоть до того, что остановить внутренний орган, да, там сердце можно остановить и проще и проще. То есть в Багу для этих целей, прежде всего, нарабатываются, но нарабатываются они с помощью внешней подготовки, хотя в Багу есть и внешняя подготовка, внешняя работа, да, Вайгун, так называемый, там, и набивка по Эдагу на флопывании, и поднятие тяжести есть, все это есть. Но строится прежде всего именно на внутренней работе, которая дает в том числе и в том числе и то самое Тяо Дзин, или усилие ловкости, усилие видоизменчивости, усилие проворности. Вот за счет этого строится Багу. Когда сильный человек побеждает слабого человека, это банально. Любой сильный человек может победить слабого человека. Но когда слабый человек побеждает сильного человека, это искусство, это искусство. И цель и задача ставятся, чтобы слабый человек мог победить сильного, чтобы ты был один, а их много, ты маленький, а он большой, ты слабый, а он сильный. За счет чего побеги? Сила ограничена. У него больше сила, у тебя меньше. За счет чего? За счет найгун. За счет найгун, который дает тебе ряд неких возможностей скрытых, которых никто не видит, пока ты их не применил. Вот именно на этом и строится Бабуаджан. С помощью найгун Бабуаджан техники наполняются. Поэтому серьезно, Бабуаджан первые 3-5 лет должен заниматься найгун. Если ты найгун не занимаешься, то все остальные техники, они не имеют никакого смысла. И наоборот, если ты занимаешься найгун, да, вначале это утомительно, тяжело, горько, неприятно, больно. Но потом через время ты почувствуешь такую внутреннюю мощь, такую внутреннюю силу. У тебя так тело трансформируется, преобразуется, что все остальные техники рукопашного боя, которые там дальше Бабуаджан изучаются. Например, 64-ка известная, 64 ладони, да, Люша Сэшоу, 64 руки и другие техники. Они потом уже, когда у тебя есть найгун, то это, знаете, это как внутренняя сила, которую ты наполняешь наконечник. Ты берешь этот наконечник, и у тебя есть уже вот этот тетива, с помощью которой ты натягиваешь. Если у тебя найгун нет, то это будет просто банальная рукопашка, ну, в лучшем случае. Поэтому Бабуаджан строится прежде всего за счет, насчет и за счет найгунан, внутренние наработки, которые считают в себе, в отличие, допустим, от тайцзы или других стилей внутреннего направления, сочетает в равной степени мягкое и жесткое, быстрое и медленное покой и движение и так далее. Хотя многие стили строятся на этих принципах, но в Бабуаджан строится особый упор именно вот на этом. И я бы хотел именно на этом сегодня акцентировать мое внимание, дорогие друзья, что без найгун Бабуа не работает. И поэтому, если ты сегодня приходишь в Бабуаджан и хочешь сразу боевое, бойцуху, то тебе реально лучше пойти на бокс, где ты там уже через 3-5 месяцев себя будешь более-менее уверенно чувствовать. В Бабуаджан это базовая работа серьезная, да, и это внутренняя работа серьезная, работа с телом, так называемая, шельфа. Это специальная работа, методы специальной подготовки. Только имея серьезный фундамент, только имея серьезную подготовку, только имея серьезный базис, мы можем на нем уже возводить какие-то стены, навершием которых и будет то самое реальное применение Бабуаджан. И именно поэтому, а именно поэтому сегодня так мало вы можете увидеть реального Бабуаджан в применении, потому что сегодня никто не способен, ну, за небольшим исключением, за небольшим исключением малое количество людей способны сегодня практиковать ту самую старую школу, которая очень сильно отличается от того многообразия форм, которые сегодня люди практикуют. Да, вот это, наверное, то, что бы я сегодня хотел сказать вам и всем нашим дорогим зрителям, кто нас смотрит. Ну, опять же, все очень развернуто качественно, вот тут особо добавлять нечего, могу только сказать, опять же, для того, чтобы, ну, вот, людям же всегда интересно, да, примеры какие-то, как, что. На самом деле, вот еще раз говорю, есть хороший пример, когда, значит, ну, тут даже сложно говорить о полном примере, да, ведь действительно Бабуаджан это стиль для выживания, это стиль для определенных, для серьезных целей, и для того, чтобы работали его, будем говорить, наиболее эффективный арсенал, нужно действительно заниматься все, как и было сказано Нейгунам, это внутренний стиль, это очень важно, вот. Но в то же время, вот, данный Нейгун нарабатывает одно из интересных качеств, такое, как проворность, да, то есть скорость перемещений, и вот это качество, как раз-таки, оно, ну, качественно может применяться и в спортивных состязаниях, поэтому, если интересно, есть хороший бой, где, ну, если вы посмотрите, то спортсмен работает, он использует принципы Бабуа, кто-то мне скажет, он не ходит скользящим шагом, только что было сказано, что скользящий шаг, это техника, которая подразумевает работу, во-первых, против многих противников, потому что и удары там именно специфические, которые должны сразу же воздействовать на уязвимые точки, поэтому специфика ударов, благодаря, вот, взаимодействию с этим шагом позволяет быть эффективным против многих. Поэтому, когда мы видим двух спортсменов, то большая часть арсенала Бабуа не нужна, но она не будет здесь работать, она, ну, никак, тут это слишком тепличные условия, поэтому Бабуа превращается действительно практически в кикбоксинг с элементами тактического и стратегического такого вот, ну, новшества, да, вот это хождение позволяет, ну, определенным образом, ну, где-то иметь преимущество даже в спорте. Это говорит только о том, что на самом деле глубина Бабуа ее, ну, то есть, если это вершина, вернее, не вершина, это маленькая частичка, и она уже эффективна. Ну, так что говорить о реальных пластах знаний, которые просто, ну, позволяют человеку быть намного более эффективным, как в сфере, не знаю, прикладного какого-то там искусства, так и в сфере личного становления просто. Конечно, это очень все серьезно, это сильная школа, и могу точно сказать по опыту, это очень качественная практика, которая, кстати, позволяет и в спорте быть вот уже в возрасте человеку все равно добиваться хороших результатов, быть быстрым. Ну, это уже тема отдельного разговора. Извините, что я добавил, не выдержал, вот пришлось, вот просто очень хотелось добавить. Спасибо, спасибо за ваше дополнение, для меня оно также ценно, и в продолжении вот этой темы, которую мы сейчас с вами затронули, у меня также возник вопрос. А вот с вашей точки зрения, есть ли некие особенности в изучении, ну, в целом внутренних стилей ушу, да, и в частности Багуа Джан, вот для тех людей, кто ими занимается, кто их практикует, вот какие бы вы могли выделить особенности изучения внутренних систем и внутренних стилей ушу, в том числе Багуа Джан? Ну, да, на самом деле, только что было озвучено очень качественное положение о Нэйгун, о том, что сердцевиной боевого искусства Багуа Джан является Нэйгун. И в этой связи я могу выделить, ну, или добавить, да, несколько еще моментов, потому что, ну, как обычно, можно сказать, ну, так все боевые искусства, мы же там везде все нарабатываем, да, вот, но на самом деле в Багуа Джан действительно Нэйгун является основой. И одну из важных вещей, которые делает этот Нэйгун и практики, это структуры. То есть, что такое структуры? Вот именно структуры, это восемь ладоней, которые в Багуа Джан изучаются во время выполнения Нэйгуна, то есть, как было сказано, есть восемь одиночных ладоней, которые выполняются в движении по кругу, либо в столбовой работе. И вот эти вот структуры очень важны со всех точек зрения. Если говорить с точки зрения, значит, более эзотерической, ну, иногда приходится об этом тоже говорить, потому что все это работает, то каждая структура позволяет создать оптимальные углы. Например, если мы говорим о ладонях, там, ну, там, пятая ладонь, там, например, там, вторая, первая, неважно. Каждая ладонь создает оптимальные углы в суставах и позволяет энергии ЦИ двигаться качественно. Но можно сказать, какая ЦИ, там ее нету, об этом сейчас нет речи. Факт остается в том, что правильная структура резко усиливает ваши силовые показатели. То есть, на выходе мы имеем результат. Что там внутри ЦИ двигается, какая-то другая сила, энергия. Факт остается фактом, что увеличивается сила. То есть, если мы держим правильно структуру, то мы можем сделать какие-то уже технические действия. С правильной структурой нам легче нанести удар. То есть, ударная рука будет намного сильнее, чем если она будет расхлябана или, там, просто искать как-то цель. То есть, в структурном состоянии мы всегда обладаем увеличением этой силы. И это очень важный момент. Поэтому при тренировках Багуа-Джан, вот, нужно очень большое внимание уделять. И это является одной из базовых тренировок этим структурам. Если мне очень часто тоже попадается, вот, приведу пример, значит, приходит человек и говорит, я, в общем-то, уже 10 лет изучаю Багуа-Джан и, в общем-то, узнал, что вы хороший специалист. Чего вы меня можете научить? Ну, тут остается только смотреть и говорить, ну, 10 лет – это большой срок на самом деле. Ну, я не знаю, ну, вот, придите, давайте поработаем на тренировке. И когда у человека нет ни одной структуры, то есть, вообще у него нет структур, как бы он ни говорил, наполнен он энергией или нет, у него нет силы, у него нет выхода. То есть, эффективность его тренировок, если 10 лет прошло и вот ничего этого не наработано, эффективность равна нулю. Это даже не Багуа-Джан, хотя по виду он может пытаться двигаться по кругу, делать какие-то формы. Как было сказано, нет Найгуна, нет структур, нет Багуа-Джан. Его просто нету. Вот, к слову говоря, ну, значит, что такое структуры? С точки зрения, мы сейчас сказали чуть более эзотерической, но с точки зрения применимости, всех же интересует этот вопрос, я так думаю. С точки зрения спорта или ушу-саньда. Значит, первая ладонь – это, ну, вот, там, руки давят вниз, определенная форма, суставы ставятся определенным образом, мы ощущаем эту силу, то есть, есть принципы, каким образом надо держать эту ладонь. Если я делаю любой прием с захватом ноги и затем броском соперника, то вот эта рука, она выстраивается вот таким образом, мне делать намного легче, чем отличному спортсмену, который не изучал эти вещи. Ладонь пятая, если мы развернем руку, это положение хука, обычного хука, который бьется там, ну, в боксе, точно так же и в Багу, он есть в 64-х ладонях. Изучив эту структуру, мы обладаем сразу же возможностью воздействия определенного усилия, раз, либо, например, нанесения хука, то есть, даже не изучая сам удар, мы уже подготовили все к тому, чтобы это было идеально выполнено. Рука будет наносить, и она будет переносить максимальное количество эффективной силы для совершения какого-то действия. Таким образом, каждая структура является и приспособлена к некому эффективному действию, что очень важно. Ну, наверное, отвечая на вот этот вопрос об особенностях, я вот и хочу сказать, что Багуа-джан, как внутренний стиль, во многом отличает работа на игун, я повторяюсь с предыдущим ответом, и также наработка структуры. То есть, вот эти структуры, они являются таким базисом, на который потом вы можете навесить, хотите, пожалуйста, приемы для спарринга там на ринге, нет, значит, вы можете, эти структуры позволяют также укрепить тело и сделать его более здоровым, так как ЦИ двигается реально лучше, мы имеем на выходе больше силы, мы имеем внутри больше здоровья. То есть, это очень важный аспект, и об этом нельзя забывать, если, ну, вот мы выбрали как бы Багуа-джан, например, для, кстати, или любой внутренний стиль, потому что все эти структуры, которые в Багуа зашиты в восьми ладонях, основные, они все повторяются и в Тайдзи-сюане, если вы правильно будете делать там руки, облака, вы увидите идентичные вот эти же структуры, не наработав которые, у вас не будет ни Тайдзи, ни Синьи, ни Багуа, не будет внутреннего стиля. Структуры являются очень важным аспектом. Вот таким образом я как бы хотел дополнить, или вот ответить на поставленный как бы вопрос. Сейси, спасибо, спасибо, очень интересно. Вообще. Думаю, что для многих он будет также интересен. Спасибо еще раз, Максим Валерьевич. Да, значит, разговор, ну вообще, честно говоря, даже не ожидал, что настолько как бы глубоко будем копать, да, вот в тематических этих вопросах, да. Тоже хочу тогда задать вопрос, да. К примеру, наверное, о многом мы уже говорили сегодня, мы разобрали действительно интересный аспект, и сегодня я тоже услышал интересные вещи, и я думаю, всем нашим зрителям тоже будет интересно, было интересно все это услышать. Однако, хочу спросить, что бы вы, например, могли пожелать практикам традиционных боевых искусств, и в частности людям, которые тоже выбрали для себя направление Багуа-Джан? Спасибо, спасибо за этот вопрос. Я думаю, что это тот вопрос, на котором мы будем сегодня завершать, и поэтому в пике сказать как раз пожелание, да, пожелание современным искателям, современным практикам боевых искусств, и в частности Багуа-Джану. Я сегодня уже упоминал о том, что существует старая школа, и это касается Багуа, и новая школа. Чем они отличаются? Я сейчас скажу чуть позже, почему я опять об этом говорю, но сейчас хочу выделить некие отличия. Смотрите, в старых школах, по старой методике тренировались еще наши учителя, в том числе господин Югу Юн, не тренировались слишком много форм. Первое. Акцент был на наигун. Второе, то, о чем я сегодня говорил. Был отдельный раздел спецработы и спецподготовка, да, когда укреплялись руки и тело все укреплялось, так называемая спецподготовка, да, или отдельные методы бунфа. И в целом вся система, вся система была системная, да, ну, масло масляное, но сама суть. То есть системный подход вообще к работе. Это старая система, да. В ней же мы можем видеть, например, что вот особенно первое время, когда люди тренировались, не гнались там за каким-то громадным количеством и разнообразием форм, как мы сегодня можем видеть, когда человек там знает 20, 30, а некоторые и более того количество форм. А бралось вот одно движение, вот одно движение, ну, я не знаю, там, прямой удар ладонью, например. К примеру, вот в багуа есть, в старом багуа есть такое упражнение классное, которое можно сегодня тренировать и нужно сегодня тренировать современным последователям, когда врывалась в землю доска зашлифованная, даже ничего на нее не наматывалось, просто доска как есть, просто немножко шлифуется, чтобы она была более-менее гладкая, и наносится прямой удар. Параллельно с наигуном, да, то есть человек может тренировать наигун какое-то время определенное, каждый день это по часу и более того, и наносится вот такой удар. Я вас уверяю, если вы нанесете тысячу таких ударов в день, это будет малое достижение. Если вы нанесете 10 тысяч ударов, ну, конечно, это уже не за день, это будет среднее достижение, да, и если вы нанесете 10, вернее, 100 тысяч ударов, это уже будет великое достижение, да, чей, великое достижение. Так вот, старая система строилась, когда брался какой-то конкретный удар, может быть, два удара, может быть, три удара, в бабу их восемь основных, а в расширенной версии их 64 основных, что соответствует всей тьме вещей или гексаграммам. Так вот, бралась какая-то конкретная техника, и она нарабатывается до такой степени, чтобы оно было рабочим. Если вы будете тренироваться сегодня по старой школе, эта ваша техника, она живет и начнет работать. Если вы сегодня будете уделять серьезное внимание именно внутренней работе, постановке ударов, наполнять этой внутренней мощью, силу вашего удара, возьмите два-три удара, как в боксе, три удара всего, не надо делать сразу там, тренировать все, и наполните мощью, и вы сами увидите, как оно оживет, как оно заработает. Поверьте, человека убить не так сложно, но делать этого, конечно, не надо. Мы должны уметь это делать, и мы умеем это делать, но мы не должны стремиться это применять на каждом шагу. Наоборот, когда ты что-то умеешь, ты становишься очень осторожным. Очень, знаете, то, что касается Д, я еще хотел спросить, может быть, вы еще чуть-чуть дополните в отношении Д, это добродетели. Когда у тебя появляется оружие в руках, насколько возрастает принцип добродетели и фактор внутренней нравственности, сдерживание силы, это отдельная история. Потому что сегодня мы коснулись только, несмотря на то, что мы углубились, мы коснулись только верхушки айсберга. Мы не коснулись каких-то глубинных вещей, на это бы нам не хватило никакого эфира, но, может быть, мы еще когда-нибудь продолжим наши такие чайные беседы, я надеюсь. Итак, еще раз возвращаясь к вопросу, я немножко отклонился. Значит, что бы я хотел пожелать? Как я сказал, вернуться к старой системе подготовки, делать особый упор на внутреннюю работу, на специальную работу и на парную работу, на парную работу. То, чем сегодня вообще очень мало кто занимается, именно в разрезе традиционной работы, реальной парной работой почти никто не занимается. Это, кстати, еще одна из причин упадка современного состояния традиционного ушу. Если у вас будет чем стрелять, если у вас будет прокачанное тело на игунном, если у вас будет наполненный удар, если у вас будет качественно длительная парная работа с разными людьми, если у вас будет хороший тайминг, будьте уверены, ваше традиционное ушу, оно оживет. И оно имеет колоссальный потенциал, колоссальный с точки зрения набора техник, методов, методик, проработки различных ситуаций. И я не знаю, там, громадное количество, я еще молчу про оружие, это отдельная история, да, там, громадное количество оружия, может быть, это не всем надо. Но так или иначе, старая методика, она два плоды. Современная методика, когда люди тренируются только в форме, там, ничего кроме форм, и люди не ходят сегодня там, я, ну, практически не знаю, единицы, наверное, единицы, кто сегодня тренируется по старой методике, единицы, кто сегодня тренирует на игун, серьезно. Единицы, кто сегодня тренирует серьезно парную работу в традиционном ушу. Так, конечно, если боксер тренируется каждый день в паре или через день, или раз нигеремого спарина, а традиционщик и через 3 года не начал, и через 5 лет не начал. Поэтому, как говорил наш учитель господин Дигу Юн, что мы не достигли и половины того, что умели наши учителя. Но наши ученики не достигли еще того, что умеем мы, и это правда. А я смотрю, что наши ученики не достигли того, что умеем мы. То есть идет стагнация, затухание. Так вот, я уже, так сказать, завершаю этот спич, надеюсь, что в том числе и моя работа, и ваша работа, эта работа послужит некому делу, знаете, сохранению, восстановлению и продолжению именно традиционного ушу. И я знаю, что и вы, и я, в том числе, мы тратим громадное количество времени на то, чтобы эти знания, знаете, они не ушли, они имели продолжение. И я искренне надеюсь и хочу пожелать, чтобы в людях, в конкретных людях, как ветви от дерева отпочковывались те или иные линии знания, чтобы эти методы, они были живыми, рабочими. А ушу — это жизнь, и ушу неотделима от жизни. Но оно не по интернету, оно не по ютюбу, оно в личном контакте, в личном контакте с людьми, потому что ушу — это прежде всего живые люди, живые мастера, живые носители. Поэтому, завершая уже мои слова, хочу пожелать вернуться к истокам, вернуться к традициям. И именно тогда традиция способна жить и дальше, и в нашей жизни, и в последующих-последующих поколениях. Огромное спасибо. Очень хороший, опять же, качественный ответ. Я хочу добавить совсем немножко. Значит, на самом деле, конечно, зашел немножко разговор о Де, что такое понятие Де. Де — это мораль, добродетель. Вуде — это воинская мораль. У вас школа, извините, вставочка, у вас школа УДСЧУЛ, да? То есть школа воинская мораль. Вуде Скул, да, на английском — это школа. Вуде Скул. Ну, когда-то, да, мне очень показалось это таким сокровенным пониманием, понятием вообще, что такое Вуде. Теперь я осознаю, что это действительно, это одна из сердцевин УШУ. Без УД на самом деле нет УШУ. Вот мы сейчас правильно говорили о том, что в современном мире, ну вот что такое оружие, которое можно дать человеку. Если человек сознательно не готов к тому, чтобы взять это оружие, то, взяв это оружие, он становится разрушителем. Он может применить его абсолютно не по назначению. Поэтому, когда мы смотрим интернет, и видим там на каждом шаге, как натренировать там апперкот, чтобы с одного удара выбить челюсть человеку, это уже антигуманно, это ненормально с точки зрения даже тренера, который это делает. Да, он хочет получить лайки, подписки, там, деньги заработать. Но, если у вас есть хоть какое-то понятие морали внутри, нужно понимать, что автомат Калашникова не раздают на каждом углу. Даже пистолеты не раздают. Даже ножи большие нужно регистрировать, чтобы было понятно, что если кто-то применил этот нож, он должен понести ответственность. Но, к сожалению, к людям, которые просто выкладывают, вот как надо ударить. А потом мы видим видео. Человек научился так делать, подходит просто сзади, от нечего делать какому-то пожилому человеку, бьет сзади, попадает в челюсть, ложит его в нокаунт и радостно убегает. Послушайте, это ведь на самом деле человек, который насмотрелся ваших рекомендаций. То есть тех, кто даже не задумывается о понятии, что вложив в руки человека оружие, вы можете создать абсолютно негативно сформированную личность с определенным комплексом каких-то недостатков и вообще проблем. Поэтому УД, или добродетель воинская, является очень важным звеном, который не потом достигается, а достигнув который, вы начинаете только изучать УШУ. И так было всегда, как ни странно. Когда мы говорим с мастерами, с настоящими, это Д чувствуется, вот эта мораль, она чувствуется в каждом поступке этих людей. Когда мне удается, не удается, вот иногда ты начинаешь разговаривать с людьми, которые якобы являются, ну тоже серьезными специалистами. Тебе говорят, да, УД никогда не было, там, почитай там речные заводи или еще что-то. Да никогда этого не было, все хотят убивать. Спросите у нормальных мастеров или найдите нормальных мастеров, и вы увидите, что УД, оно существует. Оно существует между отношениями мастер-ученик. Если нет этих отношений, нет УД, но тогда и ученика нет. Поэтому это очень важный момент. Это то, что отличает традиционное УШУ от спорта. В спорте тоже нет Д. Практически нету. Оно там не нужно. Там нужно победить на ринге. Поэтому вот этот вот момент, это один из просто, ну, очень важных звеньев в цепи воспитания человека, нового человека, который должен создать и должен следовать пути, будем говорить, устойчивого развития цивилизации. Мы привели планету к серьезным последствиям. Мы сейчас пожинаем плоды. То есть в детстве, прошу прощения, но я еще все-таки чуть-чуть скажу. В детстве я читал фантастический рассказ, в котором я любил фантастику, сейчас люблю. Но вот в том рассказе люди покупали воду в бутылках и пили ее. Я в детстве подумал, ну, этот рассказ очень плохой, потому что воду зачем пить из бутылок, когда ты берешь из-под крана и пьешь ее? Ее же много. И вот мы пришли к тому, что мы покупаем воду в бутылках и пьем из-за того, что загрязнение такое. А почему это происходит? Из-за того, что наш мозг не в состоянии. Он не готов осознать того, что мы должны, каждый наш поступок должен быть с точки зрения устойчивого развития. И вот УШУ, я считаю, методика формирования личности в традиционном УШУ может позволить не только тренировать бойцовские качества, какие-то личностные, а также это формирует людей, готовых делать мир лучше. И это просто клад. Вот я хотел добавить такую вещь. Спасибо. Спасибо огромное. Я тоже еще маленькое уже завершение, добавление. Просто тема настолько интересна. Это, наверное, нужно будет нам как-нибудь отдельную еще встречу проводить. Да, это точно. И, наверное, не одну. В одном из своих постов, опять же, возник этот вопрос, бесконечный этот спор. И я привел насчет применимости и неприменимости. И я привел список погибших боксеров, причем таких мастикых боксеров, чемпионов и прочее. И список погибших бойцов ММА. И есть целый список. Я просто взял 5-6 историй, буквально факты, конкретные факты с конкретными фамилиями, с конкретными датами, именами. Прискорбно об этом говорить. Но факт. Сегодня уже десятки, десятки, больше 250 статей уже собрано. Многие из которых лично я перевел. Я знаю очень хорошо биографию большинства мастеров, именно в Багуа, вообще, ну, очень многих. И я не знаю ни одного мастера Багуа Джан, кто бы погиб на улице, даже в тяжелейших условиях, даже в условиях войны и в прочих-прочих. Я это объясняю не только тем, что Багуа Джан работает, а тем, что вы говорите, что мастер Багуа Джан, он не склонен, как сказать, каждый раз встревать с поводом и без повода. Что часто склонен спортсмен, я это вижу часто лично сам, особенно раньше это было так распространено, когда идет один, знаете, такой вот рогатый, ну, вы поняли меня, да, и второй точно такой же идет. И они своими рогами зацепляют друг друга, они не могут пройти мимо, да, а почему? Нет Д. И у того есть какие-то способности, и у того есть какие-то способности, и тот на ринге там бьет морды, и тот. И у них вот эта вот агрессия культивируется, понимаете, в спорте. И часто, когда у тебя нет некого духовного базиса такого морально-нравственного, то эта агрессия тебя приводит, наоборот, к слепоте, потому что у тебя возникает ложное чувство, что ты там, не знаю, море по колено тебе. И у того точно так же. А убить человека очень просто. Есть куча видеозаписей на том же ютюбе, когда с одного удара человек один падает, значит, головой бордюр, и все, труп. Теперь вопрос, а оно надо нормальному человеку, надо кого-то убивать? Нет, надо, когда там защищаешь свою жизнь, или жизнь женщины, или жизнь там своей страны. Это понятно. Но в целом в жизни, если у тебя нет морально-нравственных сдерживающих факторов, а это именно это и есть то, о чем вы говорите, Д, добродетель, боевая добродетель, УД, это нравственность, это правильное отношение к учителю, это правильное отношение между учениками, это правильное отношение к людям, которые практикуют другой стиль, как часто я вижу, когда люди там, ну, друг на друга начинают это самое, да, из разных стилей, из разных школ. Почему это происходит? Нет, да. Поэтому начинать, помимо технической стороны, о которой я сказал много, хотелось бы добавить, что нужно обязательно, обязательно работать над собственной культурой, над собственной дисциплиной, над уважением, над правильным отношением и к себе, и к другим. Тогда ты будешь целостным человеком, тогда ты будешь хорошим человеком. И я бы сказал, что конечная цель, в том числе Багуаджан, это улучшить тебя как личность, это развитие, раскрытый потенциал, это сделать из такого существа, сделать полноценного человека, который сильный, который мудрый, который способен защитить себя и других, но который контролирует свою силу, который умеет, умеет контролировать в том числе и свои эмоции, и собственную агрессию. Поэтому абсолютно поддерживаю ваши слова и благодарю вас за все, за это интервью. Я думаю, что это наша не последняя встреча, и я сразу хочу попросить всех, кто будет его смотреть, пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, какие-то у вас появились дополнительные вопросы, отзывы, мнения, дополнения. Ну, я думаю, вам также будет очень интересно почитать, почитать, кто что думает на эти темы, на эти раскрытые вопросы. И мы внизу обязательно сделаем ссылочки друг на друга. Я призываю всех заходить к Максиму Валерьевичу Артишевскому на его канал, на его YouTube-канал, на его группу, на его сайт. Это великолепный специалист, да, и мы сегодня увидели много знаний, хороший багаж и по традиционным направлениям, и по спортивному. Поэтому мы все ссылочки внизу оставим, и если будет интерес, мы будем делать такие встречи и впредь. Вот что вы думаете на этот счет? Ну, на самом деле, конечно, это предложение классное, потому что мне самому было очень интересно сейчас и поделиться, и послушать информацию. Поэтому первая чайная встреча прошла хорошо. У меня отлично, вот я выпил чай, к сожалению, сегодня у меня нет хорошей кружки такой чайной. Ну, есть вот такая с хорошим чаем, поэтому мне было приятно вдвойне. Хороший чай, хорошая информация, даже втройне хороший собеседник, и даже больше, я думаю, очень качественные зрители. Поэтому я благодарю за прекрасную беседу вас. Всех нас, всех тех, кто смотрит нашу передачу, конечно, прошу, если вам понравились наши, в общем-то, вопросы, ответы, ставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста, на канал моего собеседника, на канал Владимира Амиды. Это Багу Аминь, заходите в группу Багу Аминь в Фейсбуке, в общем-то, пользуйтесь материалами, которые там есть. Вот, и мое пожелание всем, конечно, тренируйтесь, но только качественно, это очень важно. Спасибо всем, я думаю, что мастер, он мастер с любой чашкой, в любом формате, в любом видео, в любом варианте. Поэтому еще раз спасибо всем, всем прекрасного времени, здоровья, счастья, наполненности, и до новых встреч, дорогие друзья, за день. За день. Субтитры сделал DimaTorzok